Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале Экзегет мы читаем сегодня 12 главу книги «Премудрости Иисуса сына Серахова». «Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодарность за твои благодеяния». Конечно, помним мы слова святых о том, что надлежит сеять щедрую рукою, не сильно разбираясь, кому помогаешь. Расположение милосердия ко всем действительно надлежит иметь, но самое деятельное служение хорошо при взвешивании и очень ясном понимании, кому, что и для чего ты делаешь. «Делай добро благочестивому, и получишь воздаяние. И если не от него, то от Всевышнего». Человеку свойственно не то, чтобы пребывать всегда в каком-то торговом аппетите, в каком-то расположении к стяжанию или к получению воздаяния. Но человеку свойственно действовать, имея потребность к тому душевную и насыщая душу своими благодеяниями. А эта насыщаемость души связана с действием благодати, которая возвращает тебе благо для души своей, только не в материальном виде, а в виде вот этого Божьего утешения, чувства приятности дел твоих Господу твоему. Так вот, для того, чтобы это было, «Делай добро тому, кто ищет угождение Богу». Это особенно важно, потому что, помогая в худом худому, ты сам становишься лишаемым той Божьей благодати, которая почивает и веселит праведника. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом, точнее сказать по-церковно-славянски. «Не будет добро, прилежащему во злых и неподдающему милостыни». Два проклятых состояния, лишенных всякого света благ Божьих, это прилежание злу, каким-то постоянством и усердием, срамословие, воровство, ложь, похоти плотские и обжорство или пьянство, всякое прилежание к злу, введение его в навык в жизни своей, как и закрытие сердца своего для милосердия, лишает этих лучей Божьей благодати всякого человека. «Давай благочестивому и не помогай грешнику». Помогая грешнику, принимаешь участие в худых делах его. Таким образом и разделяешь с ним и воздаяние за нераскаянную жизнь его. «Делай добро смиренному и не давай нечестивому, запирай от него хлеб и не давай ему, чтобы он через то не превозмог тебя». Вы скажете, ветхозаветная позиция правильно. Надлежит человеку ветхозаветному удержаться в рамках установленного для него благочестия, не смешаться с языческими народами, не смешаться с духом языческим, а для этого всячески сторониться участие в зле. Но эти слова на все времена сказаны. «Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и». И тот, кто принимает участие в злых делах чьих, тот и карается вместе с тем участником, дел которого он является, не думая себе, что он виноват, поскольку не является локомотивом зла, а всего лишь двигается в прицепном вагоне или просто, идя рядом, делает вид, что помогает его движению. «Делай добро смиренному». Запирать хлеб – это значит от злодея, это значит никаким образом не поддерживать его в тех злобных его делах жизни, которыми губится душа его. Это ведь дело любви, а вовсе не ненависти, ибо проявление любви к преступнику, лишить его возможности продолжать свои преступления, но положить предел злу от всего человека исходящему. «Ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему». И каждый из нас по жизни может припомнить немало случаев, что не разобравшись в том, кому он помогает, он оказывался потом в печальной ситуации, принимая за добро свое немалое зло против тебя же, благодетеля обращенное. «Ибо Всевышний ненавидит грешников и нечестивым воздает отмщением». Бог есть любовь, и когда мы читаем в Священном Писании о ненависти, то это человеческие формулировки о тех обстоятельствах, вразумляющих, скорбных обстоятельствах жизни, которые мы зовем воздаянием, но не потому, что Бог гневается или кому-либо мстит, но потому, что человек воспринимает для себя как некое лишение, как некое прещение, как некоторое наказание те обстоятельства, попущенные Богом, которые служат к его вразумлению, к его смирению, к его обращению от путей зла к покаянию, через покаяние к самому Господу. «Давай доброму и не помогай грешнику», он повторяет в очередной раз премудрый наставник. Друг не познается в счастье ни за столом праздничным, ни при удовольствиях, разделяемых по случаю совместных времяпровождений, но в бедах и скорбях, прибывшись с тобой, тот и есть подлинный друг, и враг не скроется в несчастье, он обнаружится, ты ему будешь совсем неинтересен тогда, когда скорби посетили жизнь твою. «При счастье человека враги его в печали, а в несчастье его и друг разойдется с ним. Не верь врагу твоему вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его». К сожалению, бывают такие затяжные злобные расположения в людях, как медь, не подверженная ржавчине, она только темнеет, но не ржавеет, так и изменения не бывают в злобе тех, кто чувствует в отношении нас себя врагами. Как ржавеет медь, так и злоба его. Посмотрим, церковнославянское слово тоже ржавеет. Трудно сказать, то ли речь идет о потемнении меди, прежде красной, яркой поначалу, а потом становящейся неизбежно темной, которую уже очень трудно вернуть к первоначальному блеску, то ли потому, что медь вовсе не ржавеет, а именно темнеет. Но смысл ясен, что вражда имеет очень длительное звучание в людях. И как не хотели бы мы верить в скорую перемену зложелательного на доброжелательного, не надо обольщаться, этого не бывает быстро, но очень долго и последовательно враждующий против Бога и против людей остается в своем заблуждении. «Хотя бы он смирился и ходил согнувшись, враг тот самый, будь внимателен душой твоей и остерегайся его, и будешь пред ним как чистое зеркало, и узнаешь, что он не до конца очистился от ржавчины». Как бы он не представлялся уже изменившимся, внутреннее человека крайне долго меняется, и то, если есть к этому великое усердие и помощь Божию. «Не ставь его подле себя, чтобы он, не зринув тебя, не стал на твое место, не сажай его по правую сторону себя, чтобы он когда-нибудь не стал домогаться твоего седалища, и ты, наконец, поймешь слова мои и со скорбью вспомнишь о наставлениях моих». Вот какое усердие в том, чтобы довести эту мысль до нашего сердца, прилагает наставник. Он уже считает дело недоверия своим словам как бы состоявшимся и описывает скорбь за то, что не слушаемся. Не послушаешь ты этих слов моих, скорее всего, по-прежнему будешь неосторожен в общении с ближними, проявишь доверие тому, кто враг твой, и он посмеется над тобой, займет твое седалище, и ты со скорбью и с плачем будешь вспоминать слова мои и много раз пожалеешь, что не послушал их тогда, когда услышал. Кто, спрашивает писатель, кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей и обо всех приближающихся к диким зверям? Речь идет о том, что тот, кто ищет себе приключений, кто со самой опасностью связывает жизнь свою, тот непременно бывает и уязвляем от тех рисков, к которым добровольно направляет самого себя. Так и о сближающемся с грешником и приобщающемся грехам его. Действительно, что искал, то и найдешь. Невозможно быть свободным от последствий, с кем поведешься, того и наберешься. И некому будет оплакать тебя, ибо это твой собственный выбор. Ты искал общение со змеями, зная, что там яд. Ты пошел вслед за губителями, не послухшив царя Давида, блажен муж, и женидя на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалища губителей не седя, но сидел с этими губителями и принял в себя этот яд губительства. Разве в этом есть что-либо удивительное? Это твой выбор. На кого ты будешь пенять? Ах, плохи были те, через которых пришло зло и в мою жизнь. Но не ты ли подвинул свою жизнь к этому злу? На время он останется с тобою, но если ты поколеблешься, он не устоит, то есть в своем мнимом дружестве. Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет и ввергнут тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. Здесь речь идет о лукавстве человеческом, который уже изведал отец, но еще не может по недостатку опыта знать сын. Но даже самые яркие образы преданности, поддерживаемые клятвами и слезами, ничего не будут значить тогда, когда переменится обстоятельство и уже прежде, не насыщавшийся слезами в обществе твоем, являя тебе свое сочувствие, теперь не насытится твоей кровью и будет искать всякого разорения и имения твоего, и жизни твоей, тогда как представится к этому случай. Таково не состояние человеческого рода, такова ненависть духов тьмы, в которую сами себя предают, которой подчиняют себя те, кто страха Божьего лишен, те, кто Господу не послушен и послушания не ищет. Если встретится с тобой несчастье, то найдешь его там прежде себя, и он, как будто желая помочь, подставит тебе ногу, будет кивать головой и хлопать руками, многое будет шептать и изменит лицо свое. Трудно изложить все коварства духов тьмы, которыми обладают те, кто этим духом оказываются подчинены. Поэтому будь бдителен в отношении ближних, сын мой, говорит премудрый наставник, и вникай во всякого человека, которого приближаешь к себе, носит ли он в себе дух благоговения, дух страха Божьего, кается ли он в грехах своих, либо иные приоритеты в его жизни важнее. И если это так, то будь весьма осторожен и сторонись, чтобы не потерпеть тебе лютого поражения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова